Заниматься наукой могут не только мужчины. В этом уверены в лаборатории синтеза металлопорфиринов Института химии растворов. Международный женский день здесь празднует львиная доля сотрудников. На семь девушек приходится лишь один кавалер. Евгения Венедиктова здесь любят и ценят. Ученый признается, что работать в таком коллективе одно удовольствие. У нас взаимоотношения в целом доброжелательные. Ну а те какие-то проблемы, которые часто бывают, также возникают, как в любой семье, мы стараемся решать так, чтобы можно было опять продолжать спокойно работать. А работы здесь действительно хватает. Наталья занимается разработкой современных фотоактивных покрытий. Они могут применяться, к примеру, в солнечных батареях. Преимущество перед уже существующими моделями в гибкости конструкции. Мягкие солнечные панели можно вмонтировать в одежду. Это позволит на ходу подзаряжать мобильные гаджеты. Как известно, порфирины имеют важнейшую роль в процессе фотосинтеза. Это хлорофилл всем известный. Также биологическую роль играет гем крови. И это позволяет на основе этих соединений сконструировать фотоактивные супрамолекулярные системы, которые имеют перспективу быть компонентами для различных фотовольтаических устройств и солнечных панелей. Еще одна область, в которой могут быть полезны уникальные свойства порфиринов – химическая промышленность. Многие предприятия работают с летучими соединениями, растворителями и прочими вредными для человека веществами. Для определения в воздухе концентрации токсинов Елена разрабатывает химические сенсоры. Ответ на вопрос, может ли женщина заниматься наукой, очевиден. Эталоном для девушек, решивших посвятить себя химии, по сей день остается Марию Кюри. В начале прошлого века она достигла поистине мировых высот в изучении радиоактивных веществ. Это, впрочем, не помешало ей выйти замуж и воспитать двоих детей. У нас у всех научных сотрудниц по двое детей. И все они пришли сюда работать, будучи еще не семейными. Поэтому они и семью обрели в этот период, и по двое детей. Как показывает практика, заниматься наукой можно, невзирая на половую принадлежность, причем без ущерба для личной жизни.